ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 На мой взгляд, Олег сейчас точнее, и он точно уже в бою, а Дольфу еще не хватает, он немножко не раскрылся, он не разогрет. Не разогрелся. Пьер, что вы думаете? Я думаю так же. Татар очень собран, уверен в себе, мне кажется, и у меня симпатия к нему, поскольку он был у нас в гостях. А, был у нас в гостях. Наталья, ваши ощущения? Я могу сказать сначала, что Олег профессиональный спортсмен, а Дольф профессиональный актер. И по тактике Олег сильнее, лучше двигается. А вы знаете, меня удивил даже Дольф, я считал, что он только актер. Так он на ринге держится, в общем, вполне-вполне, и еще неизвестно, что будет. Я бы не стал пока оставить деньги на чью-то сторону. Итак, ждем. You want a drink? A little bit. 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 Вдох сделай, Олег, глубокий. Обязательно глубокий вдох сделай. Я такое прочувствую, что Лунгрен должен вот где-то сорваться, да. В третьем-четвертом должен как-то такой найти удар, типа фука какого-то такого. Вот. Боковой. Да, он непрофессиональный, поэтому непредсказуемый, так сказать. Да. Хорошо. Поскользнулся. Тактаров поскользнулся. Напоминаю вам, это спешил-эвент. Специальный бой. Подарок зрителям. В день финала короля ринга. Тактаров против Лунгрена. Русский медведь против Ивана Драга, если хотите. Киночные образы. Тактаров так напоминает Лунгрену, что он умеет бить очень здорово по туловищу, по корпусу, короткими боковыми ударами, сбивая дыхание. Ну, Дольф это уже почувствовал наверняка. У него в арсенале не так много приемов, но так длинный левый прямой он четко знает. И повторяю, если попадет за 100 килограммов весом мужик, неприятно. Хотя Тактаров умеет держать удары, но все-таки столько лет в боях без правил. Бьют страшно. Да, но здесь-то правило, поэтому... Исправило, исправило. Посмотрим вообще, я говорю, очень непредсказуемо. Осторожней головой. Тем более за Болею, за Дольфу, ну что с чем дело. Да, тем более вы здесь написали, кто победит, кто там боился, автограф. Ох, сильный какой боковой. Он выдержал, он выдержал. Стоит, да, стоит прилично. Тактаров так обозначил, действительно. Дольф. Копцев, рефери, как надо, кричит все по-английски, чтобы оба понимали. Тактаров, но, блин, правило, в Америке. Да. Лунгрен должен войти в роль, в роль, как следует. Ну что ж, я считаю, что Лунгрен вполне прилично держится, хотя получает по корпусу довольно много ударов, не так ли? Вот эти вот джебы, джебы, джебы слева, они проходят. Он пропускает удары в корпус, а Олег пропускает иногда удар левый прямой в голову Дольфа. Он доходит. Вы говорите, это с печалью какой-то. Ну, с печалью, потому что я бы хотела, конечно, чтобы они намного быстрее доходили, немножко побыстрее, да, активнее. Ну, я согласен, но я читаю, что сидишь, они просто еще смотрят. Прощупывают друг друга? Да, да, да. И рано сказать, так вы... Рано сказать. Так, Александр. Дольф просыпается, и мне это нравится. Главное, чтобы он почувствовал себя быстрее уютно на ринге и стал пользоваться теми качествами, которые являются преимуществами по отношению к Лунгрене. Итак, вспомним, будет он Иван Драгой, или... Ну, я не буду говорить. Итак, следующий раунд. Ораль, Ораль, ближе, ближе. Олег, давай, Олег! Другой, давай! Другой, другая, блестящий. И прекрасно выжил. Девчонки, я Доктарова, а за кого болеет Епифанцев? Володя, ты выжил? Да, 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 и мне вообще не больно, мама не переживает. Вот, я борюсь за Олега, потому что он с детства мой кумир, я видел все его бои, это просто герой. Но ты был молодец сегодня, поздравляем тебя, это было круто. А рядом со мной Андрей Малахов, ну, практически четвертый участник группы «Блестящие». Блестящие, да. Я за Олега Доктарова, мы занимаемся в одном спортзале, я считаю, что это матч «Россия-США», поэтому мы за Россию. Вот принадлежность по гражданству, я считаю. Третий раунд, мы с Аллой Пугачевой смотрим. Третий раунд боя «Токтаров-Лундгренг». А-а-а, Лундгренг.